Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да! Деловая аннотация! Приветствую вас, мои дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Шамова и программа «Да! Деловая аннотация». Программа для тех, кто в поисках той самой книги для развития бизнеса. Здесь только моя личная рекомендация книг, которые прочитаны и идеи, возникшие в этот момент, внедрены в жизнь. Сегодня книга ведущего эксперта по креативному мышлению и поиску идей Майкла Микалко «Рисовый штурм и ещё 21 способ мыслить нестандартно». Рекомендованный возраст 16+. Книгу приобрела в тот момент, когда организация мозговых штурмов моей деятельности стала ежедневным действием. Нужно было вдохновить себя и других на создание идей. Когда ты работаешь с новинкой, выводом нового продукта на рынок, то себя обычно не ограничиваешь и можешь придумать много новых идей. А когда у тебя продукт, который уже на рынке более 20 лет, и много чего перепробовано в его продвижении и смене формы, начинаешь искать новые способы интереса к нему. Скажите, устраиваете ли вы с самим собой или в коллективе мозговые штурмы? С помощью книги Майкла Микалко «Рисовый штурм», выполняя интересные упражнения, головоломки, загадки, вы сможете научиться создавать прорывные идеи. С помощью таких техник по развитию креативного мышления, как «Вопрос из кампер», «Пузырьки мыслей», «Ящик идей», «Метод Леонардо да Винчи и Сальвадора да Ли», «Эффект Стравинского» и многие другие. Расскажу о двух любимых техниках. Цветок лотоса. Вы сможете найти на странице 155. Эту технику я использую, когда мне нужно структурировать мысли и начать новый проект. В центре листа вы пишете тему или цель, с которой все развивается, и другие подтемы, связанные между собой. Так у вас сформируется 64 новых идей и способов повысить производительность или, например, уменьшить расходы. Суп из камня. Страница 263. С помощью воображения можно скорректировать положение дел в бизнесе, если, взяв листок и ручку, поштурмить и сказать себе «А что, если…» Предположим, что… Предположим, вы владелец компании, и перед вами стоит задача увеличить сбыт товара. Сколько сценариев по типу «Что, если…» вы сможете придумать? Например, «Что, если бы можно было бы обучить собак продавать мой товар?» Остановимся на этом вопросе подробнее. Каким образом собаки могут быть связаны с торговлей? Как выглядело бы участие собак в сбыте товара? Вот какой ход размышлений предлагает автор. Собаки лают, когда им угрожают. Разработайте систему устранения дефектов, о которых продавцы будут узнавать от самих покупателей. Поощряйте продавцов, выявляющих такие дефекты. Собаки гоняются за кошками. Разработайте учебную программу, которая научила бы продавцов обоснованно отвечать на претензии покупателей. Президент одной швейцарской фарматофистической компании задумчиво произнес. «Если бы нашими клиентами были бы собаки, кто знает, возможно, дела шли бы лучше. Сегодня эта швейцарская компания – мировой лидер в области распространения лекарственных препаратов для ветеринарии. Мысленно задавая себе вопросы, вы просчитываете в уме новые возможности». Книгу отлично дополняет набор карточек с инструкцией «Рисовый штурм в карточках». 56 инструментов для поиска нестандартных идей. Рекомендованный возраст – 16+. Хотите потренироваться? Получите технику генерации идей, можно, написав мне в личном сообщении, найдя меня в ВКонтакте, к Аксению Шамову. Этот путь приведет к новым идеям и озарениям. Выполняя простые упражнения, установите квоту идей для себя и сотрудников компании. Создайте журнал идей в печатном виде или в Google-документе. Например, 5 идей в день и каждый день генерировать идеи. Мы познакомились с книгой Майкла Микалка «Рисовый штурм» и еще «21 способ мыслить нестандартно». Помните, чтобы быть креативным, нужно думать и действовать, словно вы уже креативны. Да, деловая аннотация.